Весна. Время освежить автомобильную разметку. В городском бюджете на эти цели заложено почти 6 миллионов рублей. Дорожные службы непрерывно работают со второй половины апреля. Двойные сплошные и прерывистые линии наносят там, где для этого есть техническая возможность. Необходимое условие – асфальт и бетонное полотно. Нанесение разметки – это осевая горизонтальная, так называемая, разметка. Соответственно, вертикальная разметка. Это, как правило, у нас то, что касается бортового камня в центре города в первую очередь. И, кроме этого, нанесение разметки на пешеходные переходы. При нанесении разметки в областном центре в большинстве случаев используется водостойкая белая краска. Это бюджетный вариант, но и гарантия на такую работу всего несколько месяцев. Более долговечную, а следовательно, более дорогую технологию с использованием термопластика в Иванове также активно осваивают. Полимерные материалы применяют обычно на зебрах, близ школ и детских садов. Чтобы бюджетное средство расходовать рационально, перед нанесением разметки проводят ямочный ремонт. Очень часто у нас нанесение разметки все равно немного встает в зависимость от сроков проведения ремонта дорог. То есть, если у нас на каком-то участке запланирован ямочный, текущий ремонт по содержанию, либо в целом ремонт, ремонтная работа по восстановлению дорожного полотна, то, конечно, мы не торопимся с нанесением разметки до момента производства ремонтных работ, чтобы дважды не платить фактически за один результат. Автомобильная разметка в Иванове наносится один раз в год в начале дорожно-строительного сезона. Если в администрации замечают, что она нуждается в срочном обновлении, работу проводят повторно. Автомобилистов, в свою очередь, просят с пониманием относиться к временным неудобствам на дорогах. Максим Серебряков, Анатолий Лодинов, РТВ, Иваново.